Я уже хотел ложиться спать, ну так, перед сном посмотрю, что там, что там, как там. И Сергей Дудин три часа назад написал мне, Геннадий, здравия еще, вам здравия, ведь один раз только, евреи здороваться. Но когда же вы соберетесь с мыслями и расскажете о своей судьбе, сколько поведали предательств на телевидении, сколько у вас осталось преданных друзей и так далее. Жду ответа, как целое лето, обещания надо выполнять, ведь вы настоящий парень, дед уже. И дали слово пацана, пацана, ну вот, Геннадий, и если вас не затруднит, то озвучьте, вот, пишет сегодня Дудин. Я ведь тоже был когда-то в телевизоре и показывали меня по ТВ в двух передачах. Одна передача приносит успех, а другая, в общем, мы одной крови, удачи, ностальгия, дело такое, а мозг все помнит. Я бы сказал бы не мозг, мозг это как вот в компьютере жесткий диск, а программа это совсем другая. Значит, мозг все помнит, еще раз удачи вам, парень, пусть с весной к вам придет еще больше сил, пусть природа дарит вас необходимым, а зимой холодной уйдет все самое плохое. Но, пожалуйста, сыграйте на тайных струнах моей души. Итак, еще разок выделим, Сергей Дудин, специально для вас, расскажите о своей судьбе, сколько поведали предательств на телевидении, сколько у вас осталось преданных друзей на телевидении. Вы знаете, я как-то уже очерствел к всем этим предательствам, и они как-то меня особо перестали волновать, потому что я просто-напросто понял, что на основании своего собственного опыта и на основании своих собственных переживаний, что просто-напросто предательствам есть не что иное, как человек в данном случае вот так вот поступает, ему надо пройти вот этот своеобразный, будем говорить, этап жизни, ну, можно назвать, кого-то там предать, за счет этого поймать какую-то выгоду. В основном, да, предают из-за чего? Для того, чтобы поймать какую-то выгоду. И я как-то уже об этом все рассказывал, ну, конечно, память сейчас сколыхнется, она много вспомнит. И что бы сказать, ну, что касается, знаете, когда ты с самого начала, что по предательствам пройтись, да, не по предательствам, а вот, что меня как бы зацепило по обманам. В детстве я купил за рубль, это мне было где-то лет, наверное, шесть, я купил змею у Жака, это не ядовитая змея, отец мне дала рубль, я, значит, вот, на него у мальчишек купил этого Жака, с ним так игрался, все это как-то. К змеям так у меня было в детстве такое отношение. Мальчишки, я как-то почувствовал, что сейчас что-то будет. Я перелазил через забор, и чтобы перелезть мне было удобнее, надо было этого Жачка там дать другому мальчишке. Я почувствовал, что сейчас что-то будет, я вот уловил такое интересное состояние, знаете, что сейчас что-то такое будет, но я еще не понял, что будет. Я передал у Жачка мальчику, сам полез, я, значит, перелез, а он, ну, чуть постарше был, а он до того Жачка назад второму, и они через забор и убежали. Я, ай-яй-яй, ой-яй-яй, вот это вот мне запомнилось, вот такое первое. Что касается признательств, да, и признательств и обмана. Ну, что-то я не хочу говорить, это то, что касается родителей. Там бывала несправедливость, когда меня обвиняли в каких-то таких действиях, которые я не совершал. Ну, естественно, там мне попадало. Из-за этого как-то с родителями некоторые, вот, в то время особенно было отчуждение. Потом постарше, постарше, о, постарше вспомнил, в армии, как раз в армии. Я был в спортроте, все я там поднимал и приезжал домой. То есть в спортроте вы можете домой там приехать, вас отпускали, вы тренируетесь дома, потом там поехали там выступать. Такое было. И вот там как раз познакомился с такой девчонкой хорошей. Как-то мы, ну, с ней задружили, вот, какие-то там, допустим, что-то наметилось. Потом я уехал, ну, служить в армию, уж дальше. А мой, значит, вот этот вот друг, которому я занял последствия и деньги, а он уже, значит, с ней, и они все так, он так яркий был паренек, скажем. И он как-то вот, не хочу сказать, что отбил, но вот примерно так вот вышло. Что вроде как у них что-то серьезное, а я еще в армии. Ну, думаю, ладно, раз так получилось, то что поделаешь, ну, получилось так, ладно. Вот, этот случай у меня отложился. Дальше мне крайне не понравилось, и с этим человеком потом вообще произошли очень плохие вещи. А именно, я какой-то, ну, круг штангистов, там, здоровые, будем говорить, дядьки, там, по 100 килограмм, по 120, вот. И я что-то то ли джинсы покупал, то ли еще у своего же штангиста. Вот, а он такой нагловато был. Ну, покупаю, я ему отдал деньги, то есть я сам посчитал деньги, я ему отдал, не считая, раз, вот. Ну, думаю, все, я же сам посчитал, ему дал как-то, я думаю, все. А он, значит, когда там я отвернулся или еще тот момент, точно не помню, что там, он, короче, пересчитывает, говорит, а тут нету десятки, нету червонца. Я вспыхнул так, как так, я считал, я все это, ну, только что пересчитал, и меня нагло так дурят. И, ну, и получается, вот, вроде как я его хотел обсчитать, либо мне забирать деньги, значит, он червончик этот займет, либо доплатить. Вот, ну, крайне была неприятная ситуация, я заплатил, и этот паренек потом умер от рака, и, как сказали ребята, я ему особо не желал зла. Вот, вот, сразу скажу, что я им специально не желал зла, я просто вспоминаю случай, что я обиделся. А потом, через какое-то время я узнал, что когда он умирал от рака, вот, он говорит, мамочка, я не хочу умирать, плохие вещи не надо творить, и тогда, глядишь, как-то это все не будет. Ну, такой случай, я вспомню, я ему жила, зла не желал. Ну, вот, это армейский случай, идем дальше. Что тут вспоминается? Ну, ладно, этот как-то период так проходит. Далее вспоминается, это когда я начал, начались издавать мои книги в Петербурге, то есть они прикатили в Петербург. Людей, тех, которые начали издавать, знаете, я особо не знал, они тут, ооо, ты там самородок, ты такой сикой, ой-ой-ой, мы тут откроем издательство там, ты у нас будешь 60%, а мы там по 20%, то есть у нас было там трое соучредителей. Ага. Я говорю, нет, вы свое издательство откройте, а мое пускай и не что там будет. Ну, вот оно было-было-было, они тут и ко мне приезжали, так, как бы сказать, меня облизывали, вот какой-то такой-то, ра-та-та-та. А потом вот только, бжик, прилетел в Петербург и меня посетило, когда они меня встретили, то же чувство, когда меня обманули с вот этим вот змеюкой-ужаком. Я почувствовал вот то же самое, но не понял, что, что, вот как бы сказать, человек не понимает, что, знаешь, что-то будет, либо ему сейчас что-то сообщать. И вот они как раз сказали так и так, что мы, мол, тут сами пойдем. То есть издательство у них раскрутилось на моих книгах, и я им стал просто-напросто не нужен. Вот, я помню, вспыхнул, было с этими книжками. Потом был случай опять-таки с книжками, когда меня вот эти же люди подставили другому издательству, с которым я первоначально в Петербурге там начинал. Они меня так классно подставили, там суды были, муды, вплоть до того, что мои книги отошли к этому издателю, но потом, потом все-таки вернулось все на круги своя. Вот, это что касается книг. И дальше, что, так сказать, неприятно было, это то, что мои книги продавались там уже, где-то это, 2000-е годы шли, и мне должны были гонорар выплатить. Я, значит, приехал, все там, подписал бумаги, сказали, сейчас-сейчас-сейчас выплатим все, подписали бумаги, и я подписать подписал, а это говорит, а деньги мы потом тебе перечислим. И, естественно, долю с маком перечислили. Вот такой вот налый был этот самый случай. Так, потом, значит, что, это все с книжками, книжками такое вот было. Ну и телевидение, телевидение, это дело было, конечно, совершенно новое. Я попал в эту среду с улицы, не знаю, что и как. Так, я уже, знаете, где-то в 92-м примерно году уволился, 91-92-й год я уволился с работы, и я, значит, греб сам. То есть, вот, книжки там распространял, ездил, лекции, то есть, сам был. И в 2006-м году как раз меня позвали на телевидении, я не знал, что это за кухня, я уже давно не был в коллективе, не общался, все люди незнакомые, там, они там по-всякому на меня смотрели. Тем более, понимаете, сам Эрдс дал мне карт-бланш, как они говорили, они сами говорили. А я им, я, говорит, и слова-то особо не понимал, и, ну, я говорю, и я не знал этих телевизионщиков, как там и что это. Ну, что могу сказать? Конечно, там были порядочные люди, которые мне и помогли, которые за меня уцепились. Вот, это и Никонова Наталья сделала эту передачу Малахов Плюс, Эрста поручить получил, но что и как он-то, вот, вот, вы там сами делайте. Я-то, ну, знаю по здоровому образу жизни, но по телевизионному-то я ничего не знаю. Вот, значит, Наталья Никонова сделала, дальше передала Марине Петрицкой, которая стала продюсером программы, то есть, ответственным за все. И я ей премного благодарен, потому что она в свое время там и в Америке там обучалась, и вообще она такой телевизионный работник оказалась, знаете. Вот она как раз из меня сделала ведущего. Сказала, вот это, то-то делал, я, естественно, там слушал то, что касается этой части, и из меня, так сказать, лепили. А что касается редакторского состава, вот редакторский состав, ну, конечно, были и нормальные люди, но большинство было какие-то гнилушки. Чуть что скажешь, они сразу же этой Марине Петрицкой там докладали, а он там, Малахов, что-то сказал там. То есть, мне было пофигу, понимаете. И вся эта, можно говорить, телевизионная богательная, поэтому я не вел себя так, как я себя вел. А для них это, конечно, было странно. Но, так как я был главным действующим лицом, мне как-то это пофигу все это было, и меня это, ну, знать там знали, но цеплять это не цепляло. Ну, я вот такую, значит, атмосферу окунулся, что сначала я присутствовал на планерках там, а потом даже от меня это, Марина говорит, иди нафиг тут с планерок тут, чтоб не это, не мутил коллектив. Ну, вот что касается, так, телевидения, я бы не скажу, что как-то это, чтоб они как-то меня там предавали. Нет, они просто-напросто все за меня держались. Вот что я отмечу. Особенно, когда была программа Малахов Плюс, все держались за меня. Это уже я сам, после того, как была изменена коренным образом программа, и я понял, что я уже тут с телевизионного экрана рассказываю ни про здоровый образ жизни, ни про естественное здоровление, ни про народную медицину, а, начиная представлять какие-то там клиники, я просто-напросто ушел. Потом, конечно, несколько таких этапов было, телевизионных, и в Киеве я работал, здоровенькие булы. Ну, нормально, там все нравилось, здоровенькие булы. Сейчас я как-то, и просто память помнит различные события, но уже как-то, вот видите, своего друга, который у меня слезно на коленях там просил деньги, говорит, хочешь, я встану на коленях, лишь бы денег дал, а потом это. Я как-то уже сейчас и не упомнил. Сейчас вот у меня канал, на котором я применяю различный опыт, который я получил, и как писатель, и как ведущий, и свой собственный опыт. Вот, мне интересно работать с этим каналом, и причем, знаете, я разные смотрю передачи на ютубе, и вот там как раз некоторые блогеры говорят, что пусть останутся те люди, которые действительно работают на этом канале, те, которым это важно, то есть живые люди, которые реально действуют. И я как раз вот этот канал для тех людей, которые реально хотят что-то получить от меня там в плане какой-то информации полезной. Спрашивают, я там отвечаю, рассказываю о своем опыте. А не просто такие, вот что меня немножечко последнее время не шокировало, а озадачило, это то, что посмотрел видео, в котором я что-то там рассказываю, человек подумал, что мне 35 лет, и как раз вот это вот лицо как у алкаша, что мол, о, а сблизи там он себя, мол, не показывает, рассмотреть его лицо. То есть он даже не врубился, что я рассказываю совсем о другом человеке, которому там как раз вот лет 35, он что-то свое намотал, и тут мне чухает. И другой это то, что говорит, о, вы там рекомендуете выпить керосина, а выпейте вы сами, мол, это. И я так, знаете, как-то в некотором аж, ну, недоумении. Человек думает, что я собрался тут через этот канал травить народ, что я это сам ничего там не делаю, там, а ищу глупцов для того, чтобы вот их напоить там какой-то ерундой, и они окочурились, или стало им хуже. То есть вот такие вот случайные люди мне на канале не нужны. Просто-напросто, как есть такой фильм, поворот не туда, чтобы они на канал не заходили, и не из любопытства, и не из чего-чего-то, чтобы их тут не было. А были те люди реальные, которым важен здоровый образ жизни, которые хотят что-то знать, уметь понимать и работать. Ну, вот так, поэтому, вот я немножечко с вами Сергей Дудин подкровенничал. И опять-таки скажу, некоторые говорят, а скучаешь ли ты по телевидению? Нет. Вот, все у меня есть для творчества, пожалуйста, делай и проявляйся. Ну, вот так вот я как-то ответил. Помнить, помню, как обманывали, но это меня как-то теперь перестало особо тревожить. Что было, то было, и оно должно было быть. Благодаря этому я перед вами тот, который есть. Если бы этого не было, я был бы несколько иным. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok